Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хилан, я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем нашем выпуске я отвечу на вопросы, которые были заданы нашими подписчиками на портале процветок.ком с фотографиями. Рассмотрим различные симптомы, проблем у огурца и других овощных растений. Понеслось? Итак, начнем с огурца. Желтые пятна на огурцах однократно обработала фитоспорином, убрала наиболее поврежденные листья. Примерно через неделю новые листья вроде нормальные, а старые желтеют, желтеют и вянут зародыши. Судя по фотографиям, а это очень хорошо, что фотографий много и сделаны они с разных ракурсов, у вас здесь, конечно, есть повреждения паутинным клещом, а также есть механические повреждения, скорее всего, сильный ветер был. Такие повреждения очень характерны для повреждений перед песчинками, когда летят мелкие песчинки от ветра, и вот поверхность почвы не закрыта мульчой, не промульчирована, и такие повреждения механические бывают. Ну и также есть на нижних листьях, я вижу, вот такие краевые повреждения сильные. Скорее всего, что здесь немножко есть серая гниль, но она уже как следствие общего ослабления листьев. Поэтому действительно мы все правильно сделали и обработали фитоспорином, следует повторить такие обработки, и убрали поврежденные листья, но обязательно, как и некоторые другие зрители и те, кто отвечают на вопросы пользователей портала Процветок.ком отметили, что вам тут необходимо здесь обработать также обязательно октофитом, для того, чтобы прижать, приглушить этого самого клеща. Следующие проблемы с огурцом, подозрительные пятна на листьях, на некоторых растениях вот так портятся маленькие огурчики, подкормки были кристаллоном. Ну, судя по вот этим белым полоскам, здесь был ожог. Кроме того, я вижу, что здесь есть голодание, а также серая гниль. Серая гниль на завязях, которые не развиваются, и эта серая гниль уже вторична. Вам надо делать более частые подкормки, а также немножко защищать ваши огурцы, может быть, притянить, для того, чтобы вот эти ожоги вдоль жилок, вот эта пергаментная такая ткань по жилкам, не появлялась. Больше здесь ничего особо делать не нужно. Добрый день, подскажите, что с огурцами? Пыталась найти сама, но ни на что не похоже. Что с этим делать? Спасибо. Это одна из разновидностей бактериоза. Мне, конечно, очень хотелось бы достать образцы таких листьев. Скорее всего, что это псевдомонады, псевдомоносеринга, очень распространенный бактериальный патоген, который вызывает угловатую пятнистость. Здесь практически единственным решением является обработка препаратами сеной палочки, в особенности бактоген, максимун очень эффективный, а также гомаир и аллерин. Бактофит тоже хорошо подойдет. Обязательно, обязательно обрабатывайте такие листья. Лучше удалить они являются активным источником инфекции. Беда с огурцами в Оренбурге. Вот такая беда. Рядом со здоровыми растениями неожиданно появляются вялые плети от корня до самой макушки. Увы, это одна из наисильнейших, наисложнейших проблем. Почему? Потому что эти увядания вызываются или бактериями, или грибами. Из грибов это может быть и фузариум, и вертициллез, вертициллум. Из бактерий могут быть различные бактериозы. Надо, конечно, делать диагностику на месте, но в любом случае такие растения подлежат удалению. У нас на канале Процветок есть информация о том, как правильно продиагностировать увядание огурца, когда это дефицит влаги, а когда это инфекция. Так вот здесь точно инфекция. Поэтому обязательно удаляйте такие растения. Переукоренение здесь не поможет. Это не корневые и не прикорневые гнили. И обязательно всю-всю-всю теплицу обработайте от корней до макушек препаратами сенной палочки, которые я уже сейчас назвал. Добрый день! Плохо развивается растение огурца. Не растет, не развивается. Лис все мелкие, светло-зеленые. Лунка заправлена перегноем. На дне рубленая крапива. Здравийный набор микроорганизмов. Зеленым настоем подкормила через неделю. Прилагентарной кислотой. И здесь, между прочим, один из пользователей канала процветок.com, Александр, дает ответ. И в принципе, кстати, они довольно-таки толковые. И я с ним согласен, что это такой сильный, мощный дисбаланс питания. Но, может быть, не очень согласен с ним в отношении дефицита неусвоения именно кальция. И у меня вопрос. Такие симптомы очень часто бывают, когда идет злоупотребление не расщелаченными такими зольными растворами, когда не добавляется уксус для погашения излишней щелочности. А также, такие симптомы бывают тогда, когда было проведено известкование. Вот свежее известкование, доломитовая мука, мел, известь, что-то такое вносилось. И, кроме того, это может быть вообще в принципе естественная излишняя щелочность. Потому что излишняя щелочность вредна точно так же, как и излишняя кислотность. Поэтому я вам советую здесь делать хорошие комплексные подкормки, подумать о том, какие были технологические мероприятия проведены до этого, не было ли там вот этих щелочных удобрений, и, соответственно, провести корректирующие мероприятия. Потому что, с одной стороны, вроде бы перегной, вроде бы крапива, это все хорошо для огурца, он любит достаточно много азота. Но что-то там было и еще. Может, там по ведру золы на каждую лунку было добавлено. Поэтому надо об этом подумать. Подскажите, пожалуйста, что с моими огурцами по всем основному стеблю? Такие листья новые появляются такие же, а боковые растут нормально. Вот Александр отвечает, что узоров таких не видел. Но я как раз здесь не соглашусь. Вероятнее всего для меня, по моему опыту я скажу, что там, скорее всего, летает белокрылка, и белокрылка принесла вирус пожелтения жилок огурца. По крайней мере, симптомы очень и очень характерные. Посмотрите, пожалуйста, в интернете еще картинки, фото. Посмотрите, есть ли у вас белокрылка. Сравните, если это оно, то, соответственно, вам придется убрать все зеленцы и уничтожить эти растения с тем, чтобы не разнести этот вирус и дальше по своей и соседским теплицам. Здравствуйте! Подскажите, что с нашими огурцами? Это болезнь растения или что-то с землей? Больше всего это похоже на повреждение гербицидами. Поскольку я вижу, что на фото это защищенный грунт, вам надо обязательно, обязательно вспомнить, откуда вы брали грунт, чем вы поливали, что вы вносили. Но я вижу, что там, в зоне поливов, у вас сорнячки подрастают очень активно. То есть, вы почву не обрабатывали ничем. И гербицидами, и мульчи здесь нету, на которой могли бы быть остаточные дозы гербицидов. Но это, конечно, проблема с почвой. Больше всего похоже на остаточные дозы гербицидов. Подумайте, что могло быть. Добрый день! Почему не растут огурцы? Гибрид зазуля F1 замечательный. Белорусский гибрид зазуля длинноплодный и вот так нехорошо не растет. И то, что я вижу на фото, могу сразу дать совет. Ни в коем случае не оставляйте пеньки от листьев. Обрезайте покороче. Совсем не оставляйте пеньки. Пеньки эти будут источником серы, гнили и различных заболеваний. Что касается общего состояния огурца, я вижу, что ему точно не хватает подкормок. Вот они вот такие бледноватенькие, азота им не хватает. Мульча лежит хорошая, все замечательно. Но питания, кормления им не хватает. Обязательно подкармливайте. Гумат, калия не являются источником элементов питания для растений. Это рострегулятор, он не поможет. Что касается золы, никогда не кормите ни томаты, ни огурцы золой без уксуса. Потому что вот такое резкое защелачивание почвы в зоне корней, этими щелочными зольными растворами, может давать вот тоже такой эффект. Эффект дисбаланса питания и остановки роста завязей. Поэтому посмотрите, что у вас там было в истории подкормок и скорректируйте свои подкормочные мероприятия. Помогите, пожалуйста, определить заболевание. Посадка рассады 20 июня, появились светлые пятна. Теперь точки с дырочками, темные пятна внутри листа от бетоксибацилина. Это альтернариоз? Нет, это не альтернариоз. Это небольшое голодание по калию и магнию. И то, что я здесь вижу, это паутинный клещ. И вот вам обязательно нужно сделать обработки фитовермом, актофитом, бетоксибацилином. Вы им и кормили, но вам не кормили, обрабатывали, конечно. Но вам надо эти обработки обязательно повторять. Потому что очень хорошо, что вы сфотографировали оборотную сторону. И насколько я могу судить, маленькие черненькие точечки там есть. Это клещ. Так что вы все очень правильно продиагностировали. И обязательно, обязательно повторяйте эти обработки. Если от первой, второй обработки не помогло, там через 3-4 дня делайте. Потому что иначе вы клеща не остановите. Если это в течение недели не поможет, клещ будет развиваться, обязательно применяйте препарат ПСК Лерос. Он тоже очень ПФК Лерос или ПСК. Он очень хорошо помогает от этих проблем. Заодно будет профилактика мучнистой росы. Посмотрите, пожалуйста, на мои фотографии. Это у меня заболевание или голодание огурцов. Уже несколько лет я обрабатываю биопрепаратами. В прошлом году мне приходилось применять протоны. Все равно посохли. Это голодание по магнию и калию. Поэтому необходимо сделать соответствующие подкормки. Возможно, поскольку обратной стороны листа я не вижу, возможно, здесь есть небольшие повреждения паутинным клещом. Поэтому вам пригодятся советы, которые я дал только что до вас. Добрый день! Не могу сама разобраться, что с моими огурцами. Помогите, пожалуйста. Вот эти вот белые пергаментные пятна больше всего похожи на солнечные или какие-то вот такие ожоги. Кроме того, они также могут быть следствием сильного ветра, отсутствия мульчи. И это может быть механическое повреждение песчинками. Кроме того, на последних фото я вижу здесь повреждения минерами. Вам надо здесь использовать обязательно инсектицидные препараты. Потому что иначе от минеров вы не избавитесь, обрабатываете хотя бы мыльно-масляные эмульсии. А листики, которые вот эти вот вытянувшиеся нижние, и мне кажется, им немножко не хватает света. Возможно, ветер дует, дует в этот забор и повреждают листья. Они находятся в таком стрессовом состоянии. Нижние черешки очень сильно вытянувшиеся. Листовая пластиночка такая немножко не характерна, деформирована. Поэтому против минеров еще используйте мыльно-масляную эмульсию обязательно. Ну и как-то надо немножко эти огурчики защитить и сделать стимулирующее мероприятие, для того, чтобы они восстановили свое нормальное состояние. Те же дрожжевые подкормки. Добрый день, подскажите, пожалуйста, что с огурцами? В Великобритании теплица. После появления пятен кормила калием, затем магнием комплексным. Не помогает. Спасибо. Да, несмотря на то, что вы кормили магнием, очень похоже все равно на магниевое голодание. Но дело в том, что симптомы на старых листьях, где уже они появились, не исчезнут. Они просто не будут появляться, эти симптомы, на новых листьях. За границей есть такая Epsom Cell. Не уверен, что это правильное название абсолютно. Но это сульфат магния, английская соль. Подкармливайте, и она должна вам помочь. Следующий вопрос, очень интересный. Это фотографии тыквы. Подскажите начинающему садоводу, что с тыквой? У нас долго было холодно по ночам, только вот стало тепло недавно. Гуми Ка, наверное, с калием кормили. Еще почему плоды кабачка замирают и начинают увядать? Ну, отвечу на первый вопрос, что с тыквой? Вот такие желтые точечки я тоже на своих тыквах наблюдаю. Мне кажется, это результат именно стресса. Причем далеко не на всех сортах. Отдельные сорта проявляют такие точечки. Откровенно скажу, что это не болезнь. Никогда я не видел... То есть пероноспороз проявляется немного иначе. Здесь видите точки вдоль жилок, а у пероноспороза эти точечки идут более хаотично в межжилковом пространстве. Так сказать, вреда какого-то от подобного рода симптомов я не видел. Как правило, листовые подкормки минеральными какими-то микроэлементами и биологическими препаратами стимулирующего действия. Стимул, гулливер, другие псевдомонатные препараты. Они, как правило, помогают тому, чтобы новые листья росли хорошо. Каких-то супер отрицательных эффектов я от такого не наблюдал. Что касается плоды кабачка замирают и начинают увядать, то зачастую это дефицит кальция и перекорм азотом. Еще может быть такая же почти вершинная гниль кончиков, там где цветочек был. Это, как правило, кальциевое голодание и перекорм азотом. Скорректируйте подкормки и, соответственно, сделайте подкормки кальцием по нашим рекомендациям. Скажите, пожалуйста, что с моими огурцами? Желтые пятна и края с помидорами засыхают цветы яблони, коричневые листья. И желтые спасибо. На огурце голодание по калию, это хорошо видно, по краевым вот этим пожелтениям. На томате серый огниль, на яблони кальциевое голодание и железодефицитный хлороз. Соответствующие подкормки помогут вам избежать этих проблем. Но что касается томатов, вам их надо немножко проредить и обязательно обработать препаратами сенной палочки. Что с картофелем? Фото 20 июня. Скорее всего, я так думаю, что вот эти вот загибающиеся такие штучки, я видел подобного рода симптомы, это скорее всего повреждение гербицидами. Но если вы абсолютно на 150 тысяч процентов уверены, что сноса гербицидов не могло быть, то это какая-то крайняя степень проявления вирусной инфекции. Хотя, ну вот относительно вирусной инфекции я в сомнениях нахожусь. Хотя вот здесь я вижу пузырчатость, такую небольшую деформацию листовой пластинки, но все-таки я думаю, что это какое-то повреждение гербицидами. Подумайте, откуда это могло прилететь. Картофель стал рано желтеть, как будто отжил сезон. И есть кусты, которые с момента всхода в корявые листья подкручены наверх, плюс пятна на листьях. Это очень и очень похоже на вирус скручивания картофеля. Ну, постарайтесь уничтожить эти растения, чтобы не разносить этот вирус по своим посадкам. Добрый день, что с томатами? Я начинающий оборотник, и у меня такое случилось. Больше всего это похоже на ожоги, или чем-то обрабатывали, или слишком много солнца. Также подобного рода симптомы наблюдаются при ожогах корней, когда вы вносите слишком концентрированные растворы для подкормок, слишком крепкие, или подкормка идет по неувлажненной почве. Соблюдение вот таких элементарных технологических приемов, как полив перед подкормкой и более слабые растворы для подкормочной, помогут вам избавиться от этих симптомов. Ну, и если было сильно жарко, и было много солнца, то притеняйте ваше растение, и у вас не будет таких ожогов. Оберегайтесь, остерегайтесь ожогов, ведь они впоследствии также могут результироваться и на плодах. На плодах тоже могут возникать ожоги. Добрый день, больны два помидора, три штуки уже удалила, подозреваю столбурник, когда такого не было. Было подозрение на ожог от квадриса, но стали портиться плоды. Вот что касается второго фото с испорченными плодами, то это, конечно же, вершинная льниль, и обязательно проведите кальциевые подкорки. На этом же фото я подозреваю механические повреждения. И вот на последнем фото я также подозреваю механические повреждения от перевязи, вот от этой льняной, мне кажется, нитки. Где-то у вас, может, ветер какой-то трется, эта нитка, и из-за этого получаются такие механические повреждения. Что касается повреждения плодов, вот там на втором фото хорошо видны на заднем плане повреждения плодов по окружности плода, вдоль плодов, то я также здесь подозреваю, и на предпоследнем фото, они как запеченные такие, я здесь также подозреваю, действительно, какие-то химические ожоги, то есть квадрис попал на плоды тоже и вызвал ожоги. То есть вот эти вершинные гниль – это одна проблема, а другого рода проблема – это действительно химический ожог. Поэтому проведите восстановительное мероприятие, удалите вот эти самые обожженные плоды и плоды с вершиной гнилью, ослабьте немножечко подвязки. Вообще в открытом грунте подвязки я лично предпочитаю делать на колье, томаты не такие уж и высокие, ну, как уж получается. И подкрученные листья у томатов, томаты такой вот ложечкой обратной скручиваются у нас, даже было видео на канале про цветок, это азотные качели, когда азота было слишком много, а потом резко стало мало, это зачастую бывает, если вы используете какие-то быстродействующие азотные удобрения, наподобие нашатырного спирта, ну, или что-то в этом роде. Поэтому просто выровняйте азотные подкормки и все у вас будет хорошо. Что ж, это последнее фото в этом выпуске. Что ж, чтобы кто не говорил, что слишком много советов, слишком много каких-то трудностей, как видите, у всех разные ситуации, сколько людей, столько и мнений, сколько огородов, столько и ситуаций. Поэтому задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, присылайте их на портал процветок.ком и не забывайте о том, что у нас есть новый канал Школа Про Цветок, где простым и кратким языком изложены все наши рецепты. Они еще дополняются, дополняются, дополняются с канала Про Цветок, для того, чтобы вам было легче их находить и проще усваивать. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok